Птицы часто бьются в дома. Основные у нас пациенты это всякие травмированные от встречи с окном, с какой-то витриной, бывают сбитые машинами. То есть это птицы с черепно-мозговыми травмами. Очень их много. В городской среде птицы встречаются с множеством проблем. Современный мегаполис постоянно строится, здание становится выше, а панорамные остекления устанавливаются чаще. Зеркальные или прозрачные поверхности, в которых отражаются небо и деревья, являются непреодолимой преградой для пернатых. Помимо всем известных воробьев, синиц, ворон, в Уфе очень много сов. Причем очень много уральских неясытей, конечно же. Иногда встречаются бородатые неясыти. Есть хищные птицы. Хищных птиц обманчиво мало. Столкновения с окнами происходят в основном в сезон миграции. На большой скорости птицы врезаются в здание. В результате падают. Здоровыми они обычно в руки не даются. То, что она вам попалась, говорит, что птица, скорее всего, травмирована и нуждается в помощи. Ее нужно вовремя вылечить, иначе она погибнет. Что случилось? Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Если вам, как и персонажу Александра Демьяненко, птичку жалко, то пойманную птицу нужно посадить в просторную коробку с хорошей вентиляцией, а далее обратиться к специалистам. В Уфе спасением птиц занимается Мария Синякова. Птицы прибывают сюда. Мы проводим осмотр. Если необходимо, мы проводим какие-то сразу манипуляции. То есть даем ей лекарства, проводим какую-то реанимацию, если это необходимо. И впоследствии следим за состоянием, идем на рентген. По результату рентгена мы уже решаем, что с ней делать. Бывают случаи, когда птицу лучше, конечно, эфтонизировать, потому что она просто не сможет выжить, и для нее лишние мучения. Лишние часы – это просто боль. Птицы, оказавшиеся на лечении, находятся под наблюдением и обследуются. После восстановления их выпускают, а иногда пристраивают в дом. Обычно это те птицы, которые больше не смогут летать и сами по себе не выживут. Если эта птица сложная, умная, как, например, врановые, мы отдаем их на разлеты, на дичание в другие центры. Также на земле могут оказаться слетки. Это птицы, которые недавно покинули гнездо. Но хорошо летать и добывать пропитание еще не научились. Много их весной и летом. Орнитологи просят их не спасать. Бесконечное количество слетков, насчет которых постоянно сыпется обращение. Это птица, которую подбирать не надо. То есть он похож на молодую, на птицу без хвоста обычно. У него бывает на голове пушок, бывает он без пушка на голове. Обычно хорошо уже оперен. И при этом ходит по земле, почти не летает, кричит, его иногда кормят родители. Вот такого подбирать не надо, с ним все хорошо. Если рядом собаки или кошки, и вы беспокоитесь за судьбу пернатого, то отнесите его на безопасное место. Например, кусты. Далеко уносить слетка не нужно, иначе родители его не найдут. А вот если птица явно травмирована, то есть у нее есть кровь, у нее есть раны, или вы проходили, вот как у нас было с вороненком, сидит этот слеток, ушли в одну сторону, через три часа возвращается, он сидит на том же месте, ему явно плохо. То есть он подавленный какой-то, вялый. В таком случае, конечно, надо подбирать. Как говорит девушка, они работают на добровольных началах и являются волонтерами. Кроме птиц, спасают также летучих мышей. Реабилитационные центры, а также ведущие врачи-орнитологи со всей страны оказывают им консультационную помощь. В социальных сетях Мария ведет группу. Там можно найти информацию по кормлению и содержанию птиц, адреса проверенных ветеринарных клиник и номера специалистов. Алия Кашифудинова, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.